Привет всем! Вы на канале Валари Лайф. В предыдущем видео я обещала рассказать, куда же я пропала. Обещала рассказать и опять пропала. Ребята, все очень просто. Днем я работаю и учусь, ну а вечером я мама двоих детей и жена. Поэтому времени не так уж много, а хочется все успеть. Сегодняшнее видео, точнее в сегодняшнем видео я хочу вам рассказать об учебе в Канаде. Так что всем, кому интересно, оставайтесь смотреть. В этом видео я не буду затрагивать учебу для детей. С детьми все очень просто. Они в 5 лет начинают ходить в школу и заканчивают примерно лет в 17-18. Потом у них колледж, университет и они уже высокооплачиваемые специалисты. За детей не переживайте, они адаптируются очень быстро, они быстро схватывают язык, быстро схватывают культуру. У них все прекрасно. В этом видео я хочу поговорить о взрослых. Я не буду затрагивать курсы иностранного языка. С языком все очень просто. Курсы оплачивает или государство, или эти курсы вообще бесплатные, все зависит от провинции. Или, например, если вы в Квебеке и хотите учить английский, найти английскую школу для взрослых за небольшие деньги, вполне реально. Сегодня я хочу затронуть учебу по специальности. Если вы решили поменять вашу специальность, или вы решили подтвердить диплом, например, вы были в своей стране бухгалтером, и в Канаде вы хотите продолжать работать как бухгалтер, вам в любом случае придется переучиваться, потому что здесь совсем другая бухгалтерия. Так вот, учеба для взрослых. Где мы, взрослые, можем учиться? Мы можем учиться в колледжах, мы можем учиться на частных курсах, мы можем учиться в университете. Сразу я вам хочу сказать, что когда вы учитесь по специальности, в 90% учеба платная. Точнее, лично я не сталкивалась с бесплатными курсами, но слышала, что вроде бы как они существуют. Все зависит от специальности. Я для себя искала курсы по программированию, по веб-программированию, ничего бесплатного я не нашла. И цены пляшут от 7-8 тысяч долларов в год до 25 тысяч долларов в год. Поэтому, сами понимаете, цены разные. Нужно искать. Так вот, продолжение. Если вы решили учиться в колледже, то это учеба каждодневная. Вы ходите на учебу как в школу каждый день, как в школу, как на работу. Вы можете получать стипендию, если вы только приехали и заявляете низкий доход из вашей страны. Вы можете получать стипендию для женщин, если я не ошибаюсь, стипендия выше, потому что она насчитывается еще из расчета количества детей. Максимальная стипендия, но я могу ошибаться, все меняется. Примерно 1000 долларов в месяц. А если вы, как и я, работаете, и вдруг вы решили кардинально поменять свое карьерное направление, то, конечно, вам колледж не подойдет. Ну, потому что вам нужно работать. Вы не можете бросить свою работу, остаться без денег и пойти учиться. Что в этом случае максимально подходит, подходило мне? И здесь, в этой стране, я уже учусь в третьем университете. Звучит громко, но все очень просто. Первый университет я учила язык. Я училась год, на следующий год я решила не продолжать учебу, потому что она не бесплатная. И я понимала, что ничего нового я уже здесь не почерпну. Поэтому я поступила в другой университет, где решила подтвердить свой диплом переводчика. Учеба оказалась очень сложной, только потому, что для того, чтобы учиться на курсе перевода здесь, в Клебеке, нужно иметь английский или французский язык родным языком. Мне, у которого французский на тот момент был третьим, а английский четвертым, с вами понимаете, было очень и очень тяжело. Поэтому, отучившись год, я нашла работу и пошла работать. Работала я, как бы это так назвать по-русски? Ребят, я работала обычным офисным человеком, который занимается контрактами, бумажной работой. Я особо на звонки не отвечала, потому что в той компании мы работали с Украиной и Россией, они не особо звонили. Но я отвечала на письма. То есть, обычный менеджер, обычная менеджерская работа. Вот. Сейчас я также работаю обычным менеджером, но сейчас мне приходится отвечать на звонки, потому что я работаю в 100% в канадской конторе. Так вот, эта работа мне, честно говоря, очень и очень надоела, и поэтому я решила изменить свое карьерное направление. Я решила выучиться на программиста. Но даже университет мне особо не подходил, потому что в университете нужно ходить на лекции. Я хочу заметить, что если в колледже вы ходите на учебу каждый день, то в университете это вы выбираете предметы, и вы можете ходить раз или два раза в неделю в университет. Если, например, вы выбрали два предмета, то это будет два раза в неделю. Если вы выбрали три предмета, то это будет три раза в неделю. В университете существуют три диплома. Я про докторскую уже не говорю, это слишком круто. Первый диплом – это сертификат. Это когда вы берете 10 предметов, переводя на университетский язык, 30 кредитов. То есть один предмет – это 3 кредита. Слово «кредит» здесь никакого отношения к деньгам не имеет. Просто они так исчисляют. Я буду вам говорить в предметах, так будет проще и понятнее. Так вот, для того, чтобы получить диплом-сертификат, вам нужно выучить 10 предметов. То есть вы должны прослушать эти предметы и, соответственно, сдать по ним экзамены. Если вы хотите получить диплом-бакалавра, после диплома-сертификат, ну или если вы подтвердили свой диплом из вашей страны, после диплома-сертификат или вашего диплома, вам нужно взять 20 предметов. 20 предметов – это уже диплом-бакалавра. И для того, чтобы получить диплом-метра, мэтризы по-французски, вам нужно взять еще 10 предметов. То есть для того, чтобы закончить, получить уровень метра, вам нужно 40 предметов. На данный момент я учусь на уровне сертификат. Я сначала схватила два предмета, но так как программирование для меня новая сфера, я почувствовала, что учеба и работа – это реально очень тяжело. Дело в том, что учеба в университете построена таким образом, что примерно 30% вы получаете на лекции, а остальные 60% вы работаете самостоятельно. Ну и, конечно, финальный экзамен по каждому предмету. В моем случае я нашла университет, в котором я учусь удаленно. То есть я не хожу на лекции, я только приеду в университет для того, чтобы сдать финальный экзамен. Вот. Соответственно, я все читаю сама. Я, если что-то прочитала, не поняла, ищу ответы в интернете. Конечно, у меня есть наставник, которому я могу задавать вопросы, ну, положа руку на сердце, мне просят еще эти ответы найти в интернете. Так вот. Для того, чтобы поступить в университет, нам, взрослым людям, приехавшим в Канаду уже со своим высшим образованием, достаточно подать документы, переведенные документы в университет. Сканируйте, отправляйте, никуда ездить не нужно. Университет изучает ваши документы, все зависит от университета. Предыдущие два университета никто не запрашивал у меня уровень французского. Я была зачислена автоматически. В этот университет они потребовали от меня уровень французского. И я не смогла его подтвердить ни одним своим дипломом, ни одной своей бумажкой, даже несмотря на то, что я здесь училась в двух университетах. И последний университет это был метр, то есть это очень высокий уровень по французскому. Им это было неинтересно, и они пригласили меня на экзамен по французскому. Как же выглядел этот экзамен? Экзамен выглядел в виде сочинения. И на экзамене можно было пользоваться словарем, но франко-французским словарем, то есть я не могла принести русско-французский словарь. Я написала это сочинение, к сожалению, я не знаю на какую оценку, но исходя из того, что с моей странички на сайте университета ушло это требование сдать французский, я понимаю, что я его сдала. Так как у меня гуманитарное образование, университет обязывает меня взять курс высшей математики. Я пока это оттягиваю, они обязывают меня взять не позже того, как я изучу 5 предметов. Я пока оттягиваю этот процесс, потому что, как ни крути, курс по высшей математике не бесплатный. То есть он стоит так же, как и специализированный курс. Теперь поговорим о стоимости. Вот этот университет, наверное, из-за того, что я не работаю с преподавателями, он за один предмет стоит примерно 300 долларов. В предыдущем университете там было какое-то странное исчисление. Я сейчас объясню, почему. Потому что, когда я брала 3 предмета, мне стоила сессия 1500 долларов. И когда я брала 5 предметов, мне также сессия стоила 1500 долларов. Я не знаю, сколько бы она мне стоила, если бы я брала один предмет, но в итоге где-то год в университете, когда ты ходишь в университет, год в университете стоит примерно 5000 долларов. А в этом университете у меня будет год стоить примерно 3000 долларов. Но, положа руку на сердце, к сожалению, на этом курсе, который я взяла, не все предметы мне нужны, потому что реально глубокое программирование, а я глубоким программистом быть не хочу. Я хочу быть веб-программистом, мне это намного интереснее. Поэтому, несмотря на то, что я учусь в университете по университетской программе, я выбираю там максимально подходящие мне предметы, я еще изучаю курсы онлайн. Курсы онлайн в интернете, ребята, огромное количество бесплатных курсов, платных, недорогих курсов, поэтому я объясняю, почему я настолько загружена. Ну, вот, наверное, и все. Хочу заметить, что вся учеба для взрослых платная, в большинстве случаев платная. Если вы пошли учиться в колледж или частные вузы, цены могут быть до 25-30 тысяч долларов, и частные курсы и колледж это ежедневное посещение. Если у вас нет подобной возможности учиться ежедневно, то вы идете в университет, и там вы выбираете сами, какое количество предметов вам взять, соответственно, сколько дней в неделю вы будете ходить в университет. Или если ваша специальность есть в университете, который дает удаленные курсы, вы вообще никуда не ходите, просто приходите с работы и учитесь. Да вот, наверное, и все, что я хотела вам сказать про учебу. Если я что-то упустила, то задавайте мне вопросы, я обязательно на все комментарии отвечу. Ребят, я хочу заметить, и это очень важный момент. Все мои видео, когда я говорю о Канаде, и вообще любые видео, да, они все позитивные, потому что я не ищу проблему, я человек-оптивист, и я ищу ее решение. Я вам хочу сказать, что мне уже почти 40, и я не побоялась внести в свою жизнь кардинальные изменения. То есть я пошла учиться, несмотря на то, что у меня двое детей, у меня собака, у меня муж, у меня собственный дом, который требует ухода, плюс я работаю, то есть я веду к тому, что я довольно-таки загружена. Но если вы хотите что-то изменить в своей жизни, не надо искать причины не делать этого. Встаньте, просто сделайте. Возраст не играет никакой роли. Мы не в России, в Украине, где 40 лет, и все, ты уже старый. Здесь люди в Канаде идут учиться в 50, в 60, и даже в 70 лет им просто скучно, они идут учиться. Так что, если вы хотите что-то поменять, делайте. Я всем вам желаю успехов. Задавайте мне вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok